В моей жизни мистика. Вы когда-нибудь задавались вопросом, как всё создаёт Вселенная, как передаётся энергия живого существа. Меня всегда это поглощало. Я готова разобрать всё на атомы, чтобы проникнуть в самую суть. Кто родился в XX веке, не могли даже представить, что можно будет говорить по телефону где угодно. Да раз это могло быть, когда стали об этом говорить, мы не верили, что можно будет сидеть дома, играть в дурака с человеком за 5000 километров, а даже и больше. А проще и с маленькой коробочкой она тебе ответит на все вопросы. А сейчас дети считают это как само собой разумеющее. Пример с картами в дурака самое простое, что я привела. Недавно, год назад, я попала там, ну так скажем, в дерьмовую ситуацию. Не думала, что это не просто так. И тут я поняла. В мире всё от Бога и высших сил. Можете смеяться, издеваться, но я-то точно знаю и на себе испытала. Ничего просто так не бывает. Энергетика передаётся на всю Вселенную. Мы все связаны невидимыми льнями. Когда-то, давным-давно, я в киоске купила карты Таро. Тогда не думала, что это волшебство, что оно даст мне понять неопознанное в самом начале. Для того, чтобы я стала это изучать через карты, это проявление. Высшие силы меня подталкивали к этому, а я сопротивлялась. Для этого они мне проверку устроили. Просто так. Кому-то я рассказала, не смею подумать, свихнулась баба, и никому не могу рассказать об этом. Я даже не знала, как поступить, что происходит, почему со мной. Понимаю. Сказала А, говори Б. Как-то я заглянула в интернет, а там предложение от Газпрома вложить деньги. Ну и понеслось. Сперва 10 тысяч, потом больше, больше. Закрутила меня настолько, вот, ну, не сумасшедшая же баба. Залетела я на крупную сумму. Пришлось оформить кредит. Думаете, на этом всё? Нет, это были цветочки. Для того, чтобы покрыть долги, надо найти работу. Нашла, господи. Вот тут под дых. Пишуй мороз по коже пробежал. Один хороший человек мне предложил работу и сказал, как только предприятие заработает, так мне найдёт подходящее место его заместитель. О, если б я знала тогда, что подую я в ад на земле. Ну, я обрадовалась. Деньги обещали хорошие. Хотя теперь-то я знаю, что самая маленькая зарплата была у меня. В то время мне казалось и это спасением. Увы, кем я числилась, до сих пор не знаю. Вкалывала, как лошадь, по 14-16 часов. Сначала меня отправили на мороз 40 градусов, точковать с лес. После этого надо было выписывать путёвки, оформлять водителей, пачку сопроводительных документов, копии всех документов и так далее. Потом заполнить книгу счёт о лесах, прихода, расхода, сопроводиловки, отгрузки, посчитать, сколько привезли леса. Иногда это от имени зарплата. Это было всё бы ничего. Водители шли потоком. Я не умела печатать на компьютере, в том-то и беда. Пришлось учиться. Сложности были, потому что приходилось извлекаться. Одному одно, другому другое. Все дёргали, а коллектив был молодой. Я намного их старше, но вели не себя, как борзые псы, да вдобавок ещё голодные. Натерпелась я от них, мама, не горюй. Дававок напоследок, обманулись зарплатой. Технички платили за два часа тысячу, а мне за 14-16 часов по 1400. А за последние дни тоже тысячу отдали. Как они мне все завидовали. Не понимаю, почему. Может, что я не сорвалась. Хотя однажды был срыв, когда высшие руководства меня отпустили домой, а какой-то толчковщик, брокер, стал кричать, чтобы я ему данные дала, хотя ему не обязана было давать. Он должен сам вести был книгу, а он у меня забирал и перед руководством пендривался. Да мне не жалко. Но в конце концов да выпендривался. Сначала его выгнали, потом простили, взялись снова. Но он запил и повёл себя отвратительно. Его и убрали. Но ещё от него можно было, что ещё от него было ждать? Лес учился неверно, как попало. Брокёром учитывал зарплату по симпатии. Кто на морозе часами работал, а кто в конторе точковал, пересчитывал. Ну, по его усмотрению. Ему казалось, что он крутой, все в его подчинении, даже я. Он умудрился меня подставить. Я на сделки не шла. Вот они и решили убрать, чтоб под ногами не маячило. Это я вам для того всё рассказываю. Почему я достала карты Таро, изначально делать расклады, чтобы понять, почему это происходит и почему со мной. Неужели я так нагрешила по жизни, что до сих пор высшее небесное руководство меня в угол ставит и учит, как надо себя было вести. Я на картах уже смехнулась. Иногда они выдают правильную информацию, а бывает не понять, как расшифровать. Надо учиться у хорошего таролога. Я обратилась к одному. Ну, где там цены заоблачные? Но то, что мне пока удается расшифровать, кара небесная на меня вне зашла. Буду отрабатывать, уже много преодолела. И ещё надо. А на душе кошки скребут. Так как есть один маленький гадёныш, который умеет магичить, что-то делает. Я в этом не разбираюсь, но иногда в душе такое происходит, как будто вдруг у меня забралась какая-то сущность и там гадит. Умом понимаю, что всё проходит, и это пройдёт, а душа стонет, даже воет. Я сильная, знаю, что справлюсь. Иногда получается, чувствую прилив сил, иногда волны неопределённости накатывают. Но я точно знаю, у меня всё будет хорошо. Не важно, сколько мне лет. Я ещё поживу счастливо. в любви и богатстве и обязательно вам напишу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok